Что уж пенять на коронавирусный год. Кому-то он принес хорошую прибыль. Большинство парламентариев от края за год смогли как следует заработать. Кто-то прибавил к доходу миллион, кто-то и все четыре. Самым богатым в списке был и остается Артур Челенгаров, первый зам руководителя фракции «Единая Россия», президент Полярной Академии и тот самый рекордсмен Гиннеса, полгода проживший на Южном и Северном полюсах. Закаленность и трудолюбие приносят в его копилку 14,5 миллионов рублей. В декларации значится и два земельных участка в 3800 квадратов, это же сколько картофеля можно посадить, а также дом в 330 квадратов, две средних квартиры и мото-вездеход. Депутат Раиса Кармазина сильно отстает, но занимает вторую строчку с заработком более чем в 6 миллионов 390 тысяч рублей. Цифры немного, зато недвижка радует. В наличии жилой дом, баня, квартира, два гаража, при том, что машины нет. Техника вся у супруга, и Рено, и снегоход Ямаха, и трактор. Очень по-хозяйски. На третьей строчке доход Ларисы Шойгу, сестра министра обороны, заработала 6,12 миллионов рублей в этом году, чуть больше, чем в прошлом. В собственности у депутата скромно, квартира в 73 квадрата. Наш единоросс Юрий Швыткин также декларирует прибыли в 6,12 миллиона, тоже прирост. В собственности Юрия Николаевича 1326 квадратов земли, 70-метровая квартира и Тойота Венза. Также он снимает 120-метровую квартиру для депутатских нужд. Петр Иванович Пимашков задекларировал 5,8 миллиона, а в собственности у экс-мэра Красноярска 190-метровая квартира и моторная лодка «Гризли» с прицепом. А что там ЛДПР? Наконец, представитель иной партии Сергей Натаров обнародовал официальные 5,6 миллиона заработка и тоже увеличил доход за год. У него и жены две квартиры по 149 и 123 метра и три машинки Форд Мондео, Тойота, Камри и Рейндж Ровер. Самым бедным депутатом от края, как и годом ранее, стал единоросс Виктор Зубарев, при том, что его доход вырос. В декларации за 2020 год 5,4 миллиона рублей. У парламентария 80-метровая квартира в найме, а у жены 4 земельных участка общей площади более 3000 квадратов. Тоже мечта фермера. Дом в 400 квадратов и гараж в 111, а еще два авто BMW и Lexus. А вот кто серьезно обеднил за пандемийный год, так это представитель края в Совете Федерации и ценитель дорогих часов Андрей Клишис. Официальный доход более 12 миллионов. В прошлом году был 21 миллион. Какова потеря? Зато недвижимость на месте. Это дом в Швейцарии в 432 квадратных метра. Дом в России более чем в 1000 квадратов. 9 земельных участков почти в 20 тысяч квадратов и участок в 75 гектаров для жилищного строительства. Это была депутатская бухгалтерия. Желаю и нам с вами такой крепкой зарплаты, а лучше здоровья и просто человеческого счастья. Анастасия Цыганова, Сергей Польшаков. Новости Прима.